Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. 55 человек эвакуировали из аварийного дома в Барнауле. В двухэтажном здании возникла угроза обрушения фасадной балки. Подробности расскажем через несколько минут. Больше 11 тысяч человек пострадало от присасывания клещей в Алтайском крае в прошлом году. В этом специалисты также прогнозируют высокую численность насекомых. Тысячи новобранцев из Алтайского края пополнят ряды вооруженных сил России в этом сезоне. В регионе началась весенняя призывная кампания. 55 жителей Барнаульского многоквартирного дома по улице 1-я западная 51 экстренно эвакуировали из-за возможности обрушения здания. Сообщение об угрозе поступило в диспетчерскую службу в 21.20. Пострадавших нет. Подробности в сюжете Юлии Шеламовой. Треск страшный произошел. Начало рушиться. Все люди выскакивали, особенно с нашего подъезда. И эта балка нависла вот так вот. Прямо вообще это ужасающая картина была. На место немедленно выехали сотрудники спасательной службы, руководители администрации города и Октябрьского района, полиции и медики. Из аварийного здания самостоятельно вышли 11 человек. Сотрудники МЧС при помощи подъемника из дома успешно эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. Практически до 4 утра проводилась работа по демонтажу этих конструкций, которые могли обвалиться. В 3.50 эта работа была завершена. Сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления сил и средств Октябрьского звена города Барнаула. Также по решению комиссии было принято решение о финансировании инженерно-технического обследования дома. Сейчас 7 его жителей находятся в пункте временного размещения. Остальные пока переехали к родственникам. Ремонт был полностью нашего дома. По факту нам заменили только крышу, которая протекала. А в данный момент я два раза писал уже в прокуратуру, в администрацию, у меня ответы есть их, что нас затапливает и из-за этого дом рушится. Вот итог сейчас нам подпенили и думали, что вот эта пена будет держать дом. Дом был признан с аварийным в 2019 году. При этом вопрос по переселению граждан рассматривается в соответствии с 32 статьей Жилищного кодекса Российской Федерации. Стало известно, что Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении лиц, ответственных за расселение дома. Их обвиняют в халатности. В настоящее время следователями Следственного комитета проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Юлия Шаламова, Михаил Дефаншан, Новости. Виктор Томенко освободил от занимаемой должности представителя губернатора и краевого правительства в Алтайском ЗАГС Собрании Стеллу Штань. Назначение нового представителя планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы края. Напомню, Штань задержали 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. И продолжаем. Больше 11 тысяч человек пострадало от присасывания клещей в Алтайском крае в прошлом году. В этом специалисты также прогнозируют высокую численность насекомых. Уже начались проверки по местам их наибольшего скопления. Не зарегистрировано пока случаев присасывания клещей у жителей Алтайского края. Если в прессе где-то и бывает информация, то это горный Алтай, где более теплая погода и где более интенсивный очаг. Но в связи с тем, что погодные условия у нас налаживаются, температурные факторы как бы срабатывают на руку клещам. В ближайшее время мы ожидаем активизации. В краевой столице четыре природных очага клещевого энцефалита, около оптового рынка по проспекту Космонавтов и завода Кристалл. Очаги есть в парках Юбилейной, а также имени Ленина. Когда сойдет снег, начнется обработка территории от клеща, а переносчика опасных инфекционных болезней. Он по сути является природным коктейлем, из-за которого одновременно при присасывании возможны передачи к человеку сразу нескольких возбудителей, возбудителей нескольких инфекционных болезней. Наиболее актуально для нашей территории это действительно вирус клещевого энцефалита, баррелия, возбудитель клещевого сыпного тифа. Ну и последние годы действительно набирает обороты и аноплазмы, и рлихи. Чтобы защитить себя от клещей, нужно соблюдать меры предосторожности. Выходя на природу, надевать закрытую одежду и использовать репелленты. Если заметили на одежде клеща, нужно аккуратно снять его и сжечь. В случае укуса нужно обратиться в больницу или ФАП, не вытаскивать насекомое самостоятельно. Также специалисты советуют привиться от клещевого энцефалита. И к другим темам. Алтайские бренды вошли в топ-1000 культурных и туристических брендов России. Алтайские бренды «Лебединое озеро», «Михаил Калашников», «Туристический центр горная аптека», «Водопады» на реке Шинок и Денисова пещера прошли предварительный отбор конкурса топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России. Сейчас проект «Живое наследие» выходит на новый этап. Составление списка топ-1000 культурных и туристических брендов, заявки на включение которых направлены на портал живоенаследие.рф неравнодушными людьми из регионов и муниципалитетов. Бренды участники конкурса будут нанесены на карту и представлены в каталоге локальных культурных брендов России. Цыплят по осени считают, а качество ремонта дорог определяют по весне. Комиссия по проверке состояния дорожного полотна посетила Новоалтайск. С подробностями наш корреспондент Константин Ганов. У меня за спиной флагман алтайского машиностроения – знаменитый «Алтайвагон». Улица имени 22-го портсъезда много лет не знала нормального ремонта и рабочие буквально по колдобинам добирались до своих рабочих мест, но в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» появилось вот это почти идеальное асфальтобетонное покрытие, которое до сих пор в очень хорошем состоянии и в таком состоянии оно должно продержаться как минимум до 2030 года. Как только на улицах Новоалтайска ставил снег, специальная комиссия отправилась на осмотр качества асфальта, уложенного в рамках нацпроекта в прошлые годы. В составе комиссии – Общероссийский народный фронт, представители Минтранса региона и администрации города. Но первыми свою оценку дали простые новоалтайцы. Работы по замене и ремонту дорожного полотна в Новоалтайске осложнялись частичным отсутствием в городе так называемой вертикальной планировки. Проще говоря, неясно было, куда отводить талые и дождевые воды. Подрядчику в некоторых случаях пришлось проявлять смекалку и подтверждать ее точными расчетами. Где-то рядом с дорогой проходила ливневая канализация. Дополнительно, совместно с администрацией, делали ливнеприемный колодец, которого не было, и делали сброс в эту ливневую канализацию. Было единственное решение, куда убрать воду. Таким образом, с начала реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске отремонтировано более 23,5 километров автомобильных дорог. Как результат, у представителей администрации Новоалтайска претензий к качеству обновленных покрытий нет. Все работы выполнены из высококачественных материалов, соблюдением современных технологий. Однако, совсем без замечаний не обошлось. На ряде участков, особенно мы сейчас видим, и по улицам, по которым мы проходились, ведется работа по весеннему содержанию уборки снега. При очистке тяжелой техникой у нас деформируются, в некоторых местах приходят в негодность и разрушаются бортовые камни, где-то чуть-чуть асфальтобетонное покрытие. Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске удалось ликвидировать все места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В наступившем и последующих сезонах в городе перейдут к ремонту проселочных дорог. В частности, будет приведена в порядок дорога к микрорайону Новогорскому, а также участок между улицами Набережная и 2-я Залинейная. Со временем все микрорайоны города Спутника позволят его жителям чувствовать себя настоящими горожанами. Константин Ганов, Анатолий Фукс, новости. Полицейские пресекли работу группы мошенников в Барнауле. Злоумышленники похитили у физических и юридических лиц больше 10 миллионов рублей. Сотрудники глав КМВД при поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Алтайского края 1989 и 1994 годов рождения. По данным следствия установлено, что подозреваемые размещали в интернете объявление о продаже сельскохозяйственной продукции. Сахара, растительного масла, муки и круп. Получая телефонный звонок от покупателя, лжепродавцы представлялись вымышленными именами, выдавали себя за менеджеров и предлагали перевести им предоплату. После зачисления денег они меняли номера телефонов. Один из подозреваемых был задержан в Барнауле, другой на территории Республики Крым. В их отношении возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции разыскиваются участников преступлений. Напоминаем, что при совершении сделок необходимо изучить сведения, когда начала свою работу организация, кто являлся клиентом, получить достоверные отзывы о ее деятельности. Если необходимая информация отсутствует, то это должно вызывать сомнения и подтолкнуть к тому, чтобы сделать выбор в пользу других более надежных коммерческих партнеров. Тысячи новобранцев из Алтайского края пополнят ряды вооруженных сил России в этом сезоне. В регионе началась весенняя призывная кампания. Как всегда, алтайские призывники отправятся служить во все рода войск разных военных округов страны, в том числе в элитные подразделения. Весной мы планируем отправить более двух с половиной тысяч ребят с Алтайского края для прохождения военной службы войска. В том числе 15 призывников пойдут служить в президентском полку. Перед отправкой войска призывников дважды тестируют на заболевание коронавирусной инфекцией. В воинских подразделениях строго соблюдается социальная дистанция и применение средств индивидуальной защиты. Также солдаты могут пройти добровольную вакцинацию от COVID-19. В четвертый раз в Алтайском госуниверситете состоится заседание участников ролевой игры «Евразийская модель ООН». Их задача – полноценно представить различные страны мира. А в ходе дебатов и дискуссий предлагаются варианты решения проблем и ситуаций, с которыми они сталкиваются. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. «Евразийская модель ООН» – сплав конференций и ролевой игры, во время которой каждый участник сможет внести собственный вклад в решение глобальных проблем современности и познакомиться с особенностями работы Организации Объединенных Наций. Взаимодействие школьников и студентов будет заключаться в выступлении от имени определенного государства, например, от Российской Федерации или, например, Франции, зачитывание ее официальной позиции по тематике того или иного комитета и в дальнейшем уже разработка резолюции, которая будет отправлена в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН». На форуме организовали работу трех комитетов. Это Генеральная ассамблея, Совет безопасности и Совет безопасности исторического комитета. Решение проблем в этих направлениях придумывают сами участники. Для этого им необходимо наладить взаимодействие всех комитетов Организации Объединенных Наций. «Это очень важно, чтобы изучать, как правильно провести дискуссии, найти компромисс именно и в личной жизни, и именно на международном уровне. Это очень важно, чтобы найти компромиссы, чтобы отношения именно между разными странами развивались благополучно». Одни из важных тем дискуссий – это предотвращение террора, соблюдение между странами гуманитарных прав и прекращение военных действий в разных государствах. Алтайская ассамблея продлится три дня. И, может быть, этого хватит, чтобы студенты и школьники решили эти проблемы. Дмитрий Дроздов, Денис Кузьменко. Новости. Воспитателя года выберут на этой неделе в краевой столице. На региональный этап вышло 15 участниц. Они должны пройти три этапа – провести с детьми занятия, мастер-класс и рассказать коллегам о своей педагогической находке. Я представила педагогическую находку нетрадиционной техники рисования. Это очень обширная тема, в ней очень много техник. Например, прозрачный мольберт. Это очень завораживает детей. Это стекло, не бьющиеся дети, рисуя на нем, развивают свои творческие способности. Конкурс «Воспитатель года» – площадка для обмена опытом между работниками дошкольных учреждений уже 15 лет. Система образования каждый год меняется, а педагог должен успевать за новыми тенденциями в этой сфере. Уметь создать интересную развивающую среду для ребенка. Почти тысяча только детских садов в Алтайском крае. Это почти 10 тысяч сотрудников и 100 тысяч семей, которые приводят детей ежедневно, самое дорогое, да, что есть, как я сказал, самое дорогое ежедневно в детские сады. Поэтому, конечно, возможность на конкурсе выявить лучшие практики, создать вот такое движение, что ли, новаторство у воспитателей наших детских садов позволяет нам сделать, позволяет делать этот конкурс. Звание лучшего воспитателя – это условность, потому что каждая из участниц уникальна в этой сфере. Поэтому призовых мест не одно, а целых три. Абсолютный победитель получит 200 тысяч рублей и право принять участие на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года». А теперь к новостям культуры. В Барнаульской галерее изобразительного искусства Республика ИЗО работает сразу четыре выставки. Экспозиции многосложные, но пронизаны общим весенним настроением. В галерее побывала наша съемочная группа. Три персональные и одна большая коллективная выставка представлены сейчас в галерее Республика ИЗО. Это экспозиция самодеятельной художницы Маргариты Рохлиной «Будь собой». Абстрактные импрессионизмы Екатерины Густавой, художницы Санкт-Петербурга. А также работа Анастасии Шангиной, вернувшейся к живописи после пятилетнего перерыва. Сейчас она нашла для себя нишу, в которой хочет творить. Я сочетаю масло вместе с выжигательным станком в технике пирографии. Я считаю, что я новатор в этой теме, потому что до этого я не видела работ, где бы сочетали масло и этот станок выжигательный. Кроме того, в Большом зале галереи открыта выставка барнаульской графики. Она представлена Иваном Быковым, Ингой Бутиной, Ольгой Поповой и другими авторами. Здесь представлены члены Союза художников. Меня часто обвиняют в том, что я не обращаю внимания на серьезных авторов, членов Союза художников. Я говорю, нет, обращаю, делаю лучшую, на мой взгляд, сейчас выставку в Барнауле. Прекрасные, замечательные авторы, умные, серьезные, ироничные. Так что приходите, будет интересно. Познакомиться с выставками можно до 9 мая. Кроме того, в выходные дни в галерее проходят встречи с авторами. Ближайшее состоится 10 апреля. Юлия Шламова, Алексей Михайлов, Новости. Жители Алтайского края могут создать свою открытку ко Дню Победы. Музей Победы и Почта России запустили всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Все рисунки войдут в онлайн-выставку на официальном сайте Музея Победы. Лучшие работы станут основой для серии праздничных открыток, выпущенных коллекционным тиражом. Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля на сайте Музея Победы. Итоги конкурса подведут 12 мая. В столице Алтайского края организуют постоянно действующие площадки для уличных концертов живой музыки. Идею таких локаций для уличных концертов предложили на заседании Городского совета по туризму. О своем желании выступать на улицах краевой столицы заявил 21 коллектив и сольный исполнитель. Это музыкальные группы «Территория-22», «Парамариба», «Волны», «Зиплав», солисты Олег Жигулин, Анастасия Еремеева, Екатерина Червоненко и другие. По замыслу организаторов выступления музыкантов создадут особую атмосферу в Барнауле и будут радовать горожан и туристов в парках, на улице Молотобольской, на террасах Нагорного парка и Набережной Аби. Выступления ожидаются уже в мае. В период проведения в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каное музыканты также выступят на специально организованных площадках. И на этом я с вами прощаюсь. Студии была Анастасия Борисова. Хорошего вечера.